После долгого перерыва борцы с инопланетянами вновь вышли на тропу войны. Многие помнят их как людей в черном. Они умеют стирать память, всегда находят контакт с инопланетной жизнью, а еще очень умело дарят людям хорошее настроение. 12 июня во всех кинотеатрах страны стартовала премьера уже четвертого фильма «Люди в черном. Интернешнл». Новые агенты лондонской тайной организации попадают в невероятные приключения. На этот раз главным героям предстоит отправиться в путешествие по миру для разгадки тайны одного загадочного убийства вместе с теми, кто пришел на премьерный показ. Вперед! Мир сам себя не спасет! Значит, тебе нужна я, чтобы его спасти? Ау-сна! Ехали с подругой в машине по городу, услышали, что на авторадио проводится конкурс. Отправили смс и оказались первыми. В итоге сегодня я здесь. Наконец-то дождались еще одной части. Надеюсь, фильм не разочарует и все будет замечательно. Прежде чем приступить к просмотру фильма, желающих разгадать тайну века проверяли на умение быть спецагентами. Победные танцы после спасения мира, знание интересных фактов о вселенной кинокартины и реакция настоящего спасителя. Все эти испытания были приготовлены для читинцев не просто так. Каждого из победителей ждали призы и подарки. Для гостей мы приготовили несколько различных конкурсов, где они смогут проявить свою творческую индивидуальность. Мы проверим их эрудированность. Будем спрашивать, знают ли они некоторые интересные факты о фильме, начиная от 96-го года и всю-всю-всю его многолетнюю историю. У фанатов и просто любителей жанра фильм оставил только яркие впечатления. Два часа потраченного времени, а после эмоции на множество недель. Эта история вновь напомнила всем, кто на самом деле защищает нас от внеземных цивилизаций. Очень ожидаемая была премьера. Мы прям в восторге от фильма. Классно были организованы конкурсы перед фильмом. Было очень интересно. Посмеялись над тем, как там люди танцевали, отрывались. Фильм в целом просто супер, как и всегда. Очень порадовало то, что актеры новые, новая история. Тор, конечно, супер. Мопсика тоже показали, так что очень довольны остались фильмом. Примерный показ собрал не только настоящих ценителей фантастики, но и дал зрителям возможность выиграть множество ценных призов. Партнерами премьеры выступили компания по производству мороженого «Инмарка», ресторан «Счастье в провинции» и магазин итальянского белья «Интимиссими». Благодаря им читинцы не просто посмотрели кино, но и ушли с премьеры с подарками. Виктор Соловьев, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ